Добрый вечер, друзья! Среда сегодня, 12 апреля, значит традиционный наш вечерний вебинар Skyway. Так, Владислав, приветствую. Так, Андрей, я тебе все права включил, так что ты сегодня в боевом строю. На борьбе с нашими друзьями-троллями. Днем был даже не один. Так что будем это. А сегодня мы ту тему, которую будем рассматривать, я думаю, что на следующий вебинар пищу для троллей мы несколько подкинем, потому что будем сегодня обсуждать очень интересную тему, наша с Алексеем любимая тема. Мы днем сегодня уже ее очень подробно осветили, рассказали. Даже был после этого разговор с Юницким. Он позвонил, сказал, что ему там понравилось, что не понравилось. В общем, внимательно следит за нашими вебинарами, поэтому, друзья, будем двигаться и работать дальше. Сегодня, друзья, 12 апреля, это знаменательная дата вообще в истории человечества, в истории нашей страны, в истории развития техники. Это день космонавтики, приуроченный к полету Гагарина в 1961 году в космос, именно начало эры пилотируемой космонавтики. До этого, конечно, были очень значимые такие даты. Это был 1957 год, запуск первого спутника, потом запуск первого пилотируемого, ну, обитаемого аппарата, полетели «Белка-Стрелка», которые показали, что в космосе возможна жизнь. Ну и дальше, конечно, вот этот старт пилотируемого корабля, это, конечно, веха. И вот эта вот космическая гонка, которая началась между двумя сверхдержавами между Соединенными Штатами России, вот она, такую промежуточную веху имела именно запуск первого человека в космос. И дальше это отмечается и принимается как начало освоения околоземного пространства. И здесь, друзья, конечно, очень важно понимать, что инженерная школа, которую теоретически физическое направление, которую заложил величайший, там, скажем, футуролог 19-20 века, наш соотечественник, это Константин Эдуардович Циолковский, который показал именно направление развития технологии, как закон сохранения импульса, используемый для пилотируемого полета. Это космонавтика, это ракеты. И как раз Циолковский первый дал теоретическое обоснование именно многоступенчатых ракет, показал, что должна быть разгонная, очень тяжелая ступень, должна быть вторая ступень, и, соответственно, третье, это уже пилотируемое движение в космосе. Он показал орбитальный комплекс, слюзовые камеры, освоение ближайшего, потом, дальнего космоса. Ну, в общем, его теоретические труды вдохновили очень многих на дальнейшую работу. Это и Цандер, величайший инженер, именем которого потом назван Институт аэродинамики в Жуковском. Это и Сергей Павлович Королев, который, скажем так, получил теоретическую базу и основные направления в том, что, возможно, управляемый реактивный импульс для движения летательных аппаратов. И в середине 30-х годов он создавал сначала реактивные планера, потом в начале 40-х, в конце 30-х, в начале 40-х, это уже реактивные минометы. И мы все знаем знаменитую «Катюшу», которая прошла через всю войну. И, соответственно, это начало такого направления, используемое ракетных технологий. Также они стали применяться в виде уже ракет, неуправляемых для авиации. Параллельно, надо сказать, что шло развитие в западном мире, конкретно в Германии, еще один выдающийся ученый, на тот момент сотрудник именно нацистской Германии, фон Браун. Это создатель ракет Фау-1 и Фау-2, которые использовались для бомбардировки Лондона. И, соответственно, это тоже очень серьезное такое продвижение в ракетных технологиях. Но после Второй мировой войны, когда нацисты потерпели скрушительное поражение, то как раз вот эта школа фон Брауна, технологическая школа, вся технологическая часть и оборудование попало в руки именно советских. войс советской разведки, и это все было в руках у Сергея Павловича Королева, который начал изучать и смотреть опыт. А вся документация, и сам фон Браун, он перебрался в Соединенные Штаты, и стал руководителем уже НАСА, национального аэрокосмического агентства, стал со временем почетным гражданином Соединенных Штатов. И вся пилотируемая космонавтика развивалась именно с подачей и с развития этого тоже выдающегося инженера. И если говорить по вехам, то российская космонавтика, советская космонавтика, она шла очень быстрыми темпами. Мы первые сделали пилотируемый полет, потом стали делать орбитальные комплексы, тогда они салют. Мы первые сделали групповой полет в космос. Это была вот такая космическая гонка. Американцы подготовили, они очень системно и очень четко подходили к развитию программы. Они запустили лунную программу, и Амстронг его наравне ставят с Юрием Алексеевичем Кагарином. Это первый человек, который был на Луне. Соответственно, это выдающиеся такие вехи развития космонавтики. И это действительно инженерная мысль, которая на тот момент не знала ничего равного, не знала горизонтов, которым когда-либо прикасалась человеческая мысль. И вот сейчас идет фильм буквально на прошлой неделе, к Дню космонавтики, вышел это по выходу первого человека в космос, где наш очень хороший и замечательный актер Ихабенский и Миронов играют именно наших советских космонавтов, и которые описывают вот эту всю трагичность, или всю вот эту действительно инженерный подвиг и конструкторов, и космонавтов, которые участвовали вот в этой первой программе. И Алексей Леонов, который первый вышел в космос, соответственно, очень интересно вот это вот такая практически биографическое развитие событий. Мы обсуждали, и тоже вот интересно, Юницкий такую мысль, как вы сказали, когда этот фильм посмотрел, он говорит, что насколько сложные задачи решал все-таки Сергей Павлович Королев, вот эта инженерная школа, которая выросла вот из теоретических основ Константина Дорча, Циолковского. И там ведь любая ошибка, это была человеческая жизнь, потому что когда соприкасались с абсолютно неизведанными явлениями природы, соприкасались с глубоким вакуумом, а это самая агрессивная среда для человека, где человек погибает за доли секунды практически мгновенно. И, соответственно, никто не знал, как будет вести себя организм, человек в невесомости, находясь на орбите за пределами магнитных, и вообще атмосферы магнитных полей Земли. Это все было впервые. И, соответственно, любая технологическая ошибка, это всегда была человеческая жизнь. И с учетом, что вот эта гонка, которая шла на стыке политики, на стыке военного, именно, вмешательства, скажем, военного применения космонавтики, потому что все ракеты-носители рассматривались и применялись именно как доставка ядерного оружия. И в Советском Союзе в апреле, соответственно, запустили пилотируемый космический аппарат, который вывел более пяти тонн аппарат на орбиту. Соответственно, в октябре была взорвана супербомба, и вот эта Кузькина мать, которую Хрущев обещал, она для всего мира стала абсолютно реальной, и это начало новой такой этапа гонки вооружений. Поэтому это тоже все проходило вот таким фоном, вот, и это все именно в развитии взаимоотношений, или противостояния сверхдержав. Почему мы сегодня отсмотрим и относимся к этому очень, ну, скажем так, и с большим уважением, и с большим вниманием, потому что это развитие именно инженерии, это развитие технологии, это развитие цивилизации. И на наших глазах все это произошло от зарождения, то есть конец 19-го, начало 20-го века, когда появились первые теоретические основы ракетного движения, когда были первые сделаны расчеты с точки зрения движения, когда были проведены первые эксперименты, еще сам Циолковский запускал одноступенчатые реактивные аппараты, потом уже Королев стал где-то с конца 20-х годов, начало 30-х годов, он уже начал переходить к более масштабным экспериментам, ну, а после войны, уже когда и в руки попала инженерная школа фон Брауна, и свое развитие уже вышло на такой технологический, очень высокий уровень. Соответственно, уже все это оформилось в то научное, технологическое направление, которое создал, ну, выдающийся гениальный конструктор Сергей Павлович Королев, который вывел именно космонавтику, именно советскую космонавтику на такой очень высокий, достойный уровень. И очень многие решения, которые запускал Королев, очень много решений, которые он применял, Они потом использовались и используются до сих пор. Соответственно, сразу надо проанализировать и сказать, что в каком направлении шло развитие космонавтики мировой, что Советский Союз сделал ставку на многоступенчатые ракеты. Это самый дешевый, самый такой простой способ доставки грузов на орбиту. Соответственно, это построение многофункциональных орбитальных комплексов, которые были сначала Салют, потом Союз, потом станция Мир. Это целые уже такие города, ну, скажем так, летающие огромные лаборатории на орбите. Американцы пошли по освоению лунной программы, высадились на Луну, стали делать именно лунные комплексы с тем, чтобы дальше строить или колонизировать Луну и дальше планы шли на дальнейшие планеты. Но со временем, все-таки, исходя из рационального использования ракетной техники, из минимальных затрат, сегодня все, что доставлено на орбиту, какой бы груз это ни был, он все равно превращается в золото. Сегодня доставка одного килограмма груза сопоставима с ценой золота. Поэтому все, что сегодня находится на орбите, неважно, это стакан воды или питание, или научное оборудование, оно все сделано и все по стоимости сегодня находится золото в нашем земном экономическом исчислении. Так вот, соответственно, со временем американцы отказались от многоразовых аппаратов Shuttle, потому что это очень сложно и ненадежно, и катастрофы, которые пошли, они показали, что использование Shuttle, это сегодня нерациональная система. Поэтому все-таки вернулись к многоступенчатым ракетам. Что построение орбитальных комплексов, это тоже сегодня наиболее рациональный такой подход. И сегодня, надо понимать, я очень много общался, и до сих пор общаюсь, и дружу с многими космонавтами, и еще из первой команды космонавтов. Вот, к сожалению, на этой неделе ушел Георгий Гречко, я тоже с ним общался, и мы много беседовали. Я много общался вместе с Анатолием Дуарчем, он меня познакомил с Игорем Петровичем Волком, это тоже член первой команды космонавтов, это тот, который летал и учил летать Буран, и отвечал за всю программу Бурана. И, соответственно, тоже, к сожалению, в начале этого года ушел жизнь. Они все уже достойные люди, им всем за 80 лет. И это вот такая историческая команда людей, то есть их не так много осталось сегодня. Вот, но еще один очень выдающийся, скажем так, космонавт, с кем у меня очень теплое и хорошее отношение, это Сергей Каркалев, это человек, который и герой Советского Союза, и герой России, это человек, который больше всех жителей Земли провел на орбите, более 350 суток, и тем самым показал, что организм, и после этого он сегодня активно работает, активно себя чувствует, он показал, что человеческий организм при правильной постановке именно отношений к физическому воздействию на человека, он может и очень длительное время находиться на орбите в невесомости, и, соответственно, потом восстанавливаться и трудиться на Земле. И вот мы с ним обсуждали как раз космическую программу, и он задал вопрос такой, потому что мы с ним познакомились на форуме, который обсуждал кризис российской космонавтики, потому что действительно сегодня космонавтика стоит в абсолютном кризисе, потому что она выполнила задачу, которая стояла перед ней с точки зрения науки, то есть вывода орбитальных научных комплексов, изучения, отработки взаимодействия человека и вакуума, человека и космоса, отработка реабилитации, проведение научных экспериментов, которые сегодня постоянно идут на орбитальных комплексах, и дальше перед космонавтикой стоит новая задача, и как бы сегодня направление, которое и космический туризм, и многоразовые аппараты, которые были, и шаттлы, и возвращаемые ракеты, это все равно не делает сегодня ее доступной с точки зрения экономики, чтобы запустить реальное освоение космоса. И очень встал такой вопрос, а что же дальше делать с космонавтикой, и я ему начал рассказывать о программе, о которой я знал, и которую я знаю уже 17 лет, когда я познакомился с инженером Дюницким, то первое, с чего началось мое с ним знакомство, это именно космическая программа, это освоение космоса, это индустриализация космоса, и после этого только я перешел и стал знакомиться уже с проектом SkyWaste, струнных технологий, это абсолютно связанная вещь. И мы с Сергеем Каркалевым очень четко пришли к пониманию, здесь у нас абсолютно совпадают взгляды, что то, что сегодня делается космонавтикой, это фундаментальная наука, это то, что сегодня человек изучает и нарабатывает опыты, технологии, для того, чтобы длительно пребывать в космосе, для того, чтобы там трудиться, для того, чтобы иметь скафандры выхода в открытый космос, для того, чтобы понимать и четко осуществлять вопросы шлюзования, то есть защиты и перехода из одной среды в другую. Вот это сейчас задачи выполнены. Ну а я уже говорил, военная техника, ракетная техника, она идет своим развитием, наши тополя, американские томогавки, это все отдельная военная тема, которая летает, делает и к освоению, к науке, к дальнейшей индустриализации космоса, она ничего общего не имеет. Это, как всегда, военные штучки, которые всегда пытаются всю науку приспособить именно для своих, не очень, я бы так сказал, гуманных целей. Но мы живем в сегодняшнем мире, и вопросы сдерживания, вопросы военного противостояния, их никто не отменял, и это, к сожалению, элементы большой политики, где сразу могу сказать, что Skyway и все, чем мы сегодня занимаемся, а мы очень, друзья, сегодня уже серьезная организация, у нас уже заперевалило за 200 тысяч активных инвесторов, у нас сегодня более миллиона зарегистрированных пользователей, и этот процесс активно и активно сегодня развивается и делается, имеется в виду, формируется наша такая Skyway-вская среда, и здесь те цели и задачи, которые мы ставили, они сегодня как раз в канун, даже не в канун, а вот этот праздник 12 апреля, заслуживают того, чтобы взглянуть сегодня несколько с другой стороны. И когда я Сергею начал рассказывать о том, что я знаком с ученым, который сегодня дал новый концепт освоения космоса, который разработал транспортную систему, которая может одновременно выводить десятки миллионов тонн, и миллионы пассажиров на орбиту, который может действительно запустить орбитальные заводы и запускать орбитальные комплексы, которые будут заниматься химией, нефтехимией, не загрязняя атмосферу, можно делать металлургические заводы с использованием природной энергетики, нашим таким природным термоядерным реактором Солнца. Для него это было очень интересно, он сказал, я всегда знал, что мы стоим на первом шаге, и космонавтика, ракетная космонавтика, это только первый шаг. Ну и дальше при изучении, он очень интересно увлекся этим проектом ОТС, то есть это общепланетное транспортное средство, которое сегодня разрабатывает и запускает Юницкий. И сегодня как раз, друзья, очень интересная дата, именно знаменательная переходная такая дата, что в 1900, да, вот тут Алексей поставил Волкаль, Игорь Петрович, это тоже выдающийся человек, я всегда с ним общался с очень большим удовольствием, и буквально за несколько недель до того, как он ушел из жизни, мы с ним еще общались, намечали определенные планы, там он инвесторов приводил в проект, и приводил новую науку, которую там обсуждали с Юницким определенные инженерные решения, но, видите, жизнь складывается таким образом, что на сегодняшний момент эта когорта, к сожалению, уходит в наши жизни. И если, друзья, сегодняшнюю дату, 12 апреля 1982 года, это интересная дата, когда Юницкий, как инженер, опубликовал первую статью в журнале «Изобретатель и рационализатор номер 4», Алексей сейчас скинет ссылки все на именно эти статьи, на этот журнал, когда 35 лет назад он первый раз показал о том, что есть другая концепция, другое технологическое решение освоения космоса, когда надо вокруг Земли построить 40 тысяч километров эстакаду, внутри которой сделать линейный электродвигатель, соответственно, развернутый статор-ротор в магнитном поле может накапливать энергию, вращаясь в магнитном поле, и таким образом в вакуумной трубе, вращаясь, разгоняя линейный электродвигатель, можно накопить огромное количество энергии, потом при увеличении диаметра кольца всего на 1,5%, можно выйти на низкие геостационарные орбиты с высотами больше 300 километров. Соответственно, на тот момент, представляете, насколько это звучало революционно, когда полностью все были захвачены только ракетной гонкой, никто других вопросов даже не возникал, и тогда на Юницкого смотрели как на изобретателя, на теоретика, который, как ведь Циолковский в свое время, дает новый концепт освоения космоса. И это не было, друзья, воспринято как утопия, как бред, это было абсолютно нормально, изучалось, смотрелось и в 1986 году. Юницкий проводил первую конференцию в Гомеле именно по неракетной освоению космоса. И на этой конференции был и Волк Игорь Петрович, еще очень многие, и члены отряда космонавтов, и тех, кто работал в космической отрасли. И это закончилось тем, что было поддержано это направление, и Юницкого приняли в Советскую Федерацию космонавтики. Он в ней был до развала Советского Союза, то есть как именно человек, который дает абсолютно новое направление. И сегодня, друзья, очень знаменательный такой момент, что именно сегодня, 12 апреля 2017 года, спустя 35 лет, Юницкий опять опубликовал в этом же журнале, в четвертом номере, изобретатель и рационализатор, именно статью о ОТС, о новом освоении космоса. И сегодня, уже рассматривая это с позиции генерального конструктора системы SkyWay, который является подготовительным этапом, который этапом развития для подготовки ОТС, соответственно, подвел всю базу и инженерную, и технологическую, и концептуальную, и экономическую, и, что самое главное, друзья, экологическую, к тому, что другого пути у человечества просто нет. И сегодня можно четко утверждать, и вы слышали это неоднократно, я, соответственно, абсолютно четко это могу утверждать, что с моего первого знакомства с Юницким я услышал фразу о том, что экологическая ситуация, то, что сегодня создает техногенная цивилизация, приводит к тому, что 2-3 поколения и будет пройдена точка невозврата, когда восстановить Землю, восстановить нашу среду обитания будет невозможно, и это будет начало гибели всей цивилизации, исходя из той техногенного воздействия, которое оно сегодня проведет. Прошло 35 лет, то есть практически одно поколение уже пройдено, и сегодня два поколения, до которых, если не произойдет радикальных изменений, то точка невозврата будет пройдена. И вот как раз создание ОТС, общепланетарного транспортного средства, которое позволит действительно осуществлять индустриализацию космоса, то есть выводить все вредные производства, которые сегодня находятся на Земле, для того, чтобы очистить и действительно сделать Землю средой очень приятного обитания, для того, чтобы мы не выбрасывали миллиарды тонн нефтепродуктов, перемещаясь на автомобили, и для того, чтобы мы не сжигали миллиарды тонн и не выкидывали канцерогены при плавке металла, без которого мы не можем жить, для того, чтобы мы сегодня нефтехимией, не убивали природу, которая сегодня дает нам жизнь. И таким образом, сегодня все, к чему подошла цивилизация, то есть это транспорт, который использует углеводороды, это энергетика, которая сегодня дает тепло и электричество за счет сжигания невозобновляемых источников, и все это, друзья, идет воздействие на парниковый эффект, то есть мы сегодня портим атмосферу, сегодня сжигается озонный слой, который и самолетами, этими птеродактерами цивилизации, и ракетами, которые сегодня, выводя в космос, там несколько тонн груза, сжигает озоновый слой величиной с Францию, который практически не восстанавливается. Все это, друзья, подводит к тому, что мы стоим на пороге перехода от техногенной к экогенной технологии. И здесь, друзья, особенно интересно звучит та мысль о том, что Юницкий как инженер, то есть тот человек, который развивал инженерную школу, начинал вовсе не со Скайвэя, начинал вовсе не с транспортной системы второго уровня, стакада, которая решает сегодняшние экологические проблемы, которая является ядром шестого технологического уклада развития цивилизационной линейки, которую ввел Николай Кондратьев. Соответственно, он начинал с общепланетарной системы, когда он теоретически, как он сам рассказывает с помощью закона Мюнхгаузена, когда закон сохранения масс. То есть сегодня есть несколько законов сохранения, которые мы используем. Это закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, который используется в авиации. Соответственно, подъемная сила – это закон сохранения энергии, то есть где идет равность количества вещества. Закон сохранения импульса – это тоже равные законы, которые действие равно противодействию, За счет этого летит ракета. Но Юницкий как инженер, как физик, теоретик предположил вопрос, что есть еще один закон сохранения, закон сохранения массы, когда не меняя центра массы мы можем осуществлять движение. И он предложил систему, когда кольцо с центром Земли, которое не меняет свой центр массы, расширяясь, то есть накапливая потенциальную энергию за счет движения ротора в магнитном поле, именно в вакууме, соответственно может накопить такое количество энергии, которое хватит, чтобы вот эти десятки миллионов тонн грузов и пассажиров можно одновременно вывести на орбиту. И соответственно с этой концепцией, это была концептуальная, теоретическая проработка, как в свое время проработал и предложил величайший футуролог и предсказатель и инженер своего времени, это Константин Эдуардович Солковский, точно так же Юницкий 40 лет назад предложил вот эту концепцию. Но, соответственно, постепенно инженерно упрощая эту эстакаду и пытаясь создать транспорт, который может решать задачи сегодняшнего дня, он обратным счетом пришел к Skyway, то есть к струнной эстакаде, которая очень простая, ажурная, легкая, не требует большого количества металла и трудозатрат для изготовления. Соответственно, которая очень работает уже в системе атмосферы, то есть с точки зрения аэродинамики снижает все затраты и таким образом появилась концепция Skyway. И здесь, друзья, надо четко понимать с исторической точки зрения. Сначала была спроектирована и теоретически представлена технология ОТС, то есть это вакуумная труба с линейным магнитным двигателем внутри, вокруг Земли, а потом уже от нее пришла эстакада и появился именно Skyway. И Юницкий сосредоточился на какое-то время именно на работе и создавая именно инженерные наработки, инженерную школу по работе Skyway. И мы сегодня, друзья, с вами работаем и являемся со-участниками этого процесса, где сегодня идет строительство пяти трасс Skyway. Мы сегодня готовимся к Экофесту, когда всему миру покажем эту технологию, но чтобы вы понимали, друзья, это звено той работы, которая сегодня двигается. Она началась задолго до того, как появился и стал развиваться Skyway. И цели и задачи, которые они ставят, они намного дальше уходят, чем Skyway. Там много сегодня обсуждается и в чатах, друзья, и мне пишут именно и по капитализации, и по дивидендам. Об этом мы все, друзья, будем говорить и по уставному капиталу. У нас будут для этого, друзья, еще вебинары, у нас будут для этого специальные темы. А сегодня, друзья, в день космонавтики мы четко показываем и, друзья, должны понимать, что сегодня будущее космонавтики, сегодня то, что будет развиваться, это Skyway. А дальше это следующая система, которая разрабатывает уже инженерная школа, которую создал Юницкий, это Spaceway. Это космическая система, которая позволит решить все экологические проблемы на Земле. Если Skyway сегодня убирает углеводородное топливо из перемещения, то есть транспорт становится сегодня независимым от нефти и газа, от того электричества, которое вырабатывается с помощью углеводородного сырья. Вот, соответственно, мы очищаем, это 60% сегодняшней энергетики. То есть и плюс бытовая энергетика, которую еще Илон Масс показал, а сегодня в нашем экотехнопарке создается система экологических домов, экологических систем, уникальных, даже неповторимых, которые сегодня аналогов в мире не имеют. Это тоже, друзья, вы увидите все в свое время. Так вот, транспорт плюс бытовая энергетика, это 60% экологии на Земле. И запуская эту систему, мы сегодня можем точно утверждать, что в течение 10 лет мы решим сегодня основные проблемы, которые стоят перед цивилизацией. Это проблема безопасности движений, это полтора миллиона смертей и 15 миллионов покалеченных на дорогах. То есть этого в принципе не будет. Это сегодня, друзья, расселение, когда люди из этих муравейников, из этих безумных мегаполисов будут расселены в нормальные условия, где у каждой семьи будет как минимум полгектара-гектар земли, в нормальных условиях, на берегу реки, на берегу озера. И наши дети будут бегать по травке, дышать свежим воздухом, питаться свежими продуктами, дышать свежим воздухом и пить чистейшую воду. Это то, что сегодня создает экогенная технология. Не техногенная, которая была в пятом укладе, а сегодня запрос у цивилизации идет на технологии, которая восстанавливает экологию. Мы как раз то, что предлагаем и создаем, это экогенная технология. Мы решим эти проблемы, мы уберем пробки из городов, мы уберем эти безумные контейнеры с дорог сегодня всего мира. И, соответственно, решим основную проблему, которая есть. Но, друзья, 40% то, что сегодня вредит нашему дому земля, то, что делает сегодня его непригодным для жизни, друзья, это все-таки металлургия. Без металлургии сегодня человечество не может существовать. И это сегодня нефтехимия, это бензольные кольца, это все, что сегодня связано с нефтехимией. Мы сегодня без пластиков, без неорганических материалов сегодня также не можем существовать. И здесь, друзья, проблема решения только одна. Это все нефтехимические заводы, это все металлургические заводы, все, что нарушает экологию, надо вынести за пределы атмосферы, чтобы это находилось за пределами воздействия на атмосферу, на биосферу, на нашу с вами жизнь, а планету превратить в зеленую, очень комфортную для проживания. И вполне может удвоиться население, что нас пугают, что земля не прокормят. Все это, друзья, полная ерунда, земли хватит для того, чтобы прокормить в три раза больше населения и проживать комфортно без пробок. И таким образом, логика линейных городов, которая идет следом за технологией Skyway, является ее составной частью. Соответственно, это будет, друзья, расселение, где не будет пробок, где будет экологическое жилье, технологически устроенное взаимодействие между человеком и природой, где будут чистые продукты, где будет чистая вода, где, соответственно, будет очень активный образ жизни, где человек сам будет являться генератором по выработке электроэнергии и получению постоянной фитнес-нагрузки. Это то, друзья, что ожидает нас в ближайшее будущее. И когда какие-то горе-футурологи нас пугают, что все будет голод, страх и нехватка ресурсов, это, друзья, просто люди, которые не представляют о том, что нас ожидает в будущем. В будущем с точки зрения технологии будет очень комфортным, будет очень интересным и очень привлекательным для жизни, для повседневной жизни. И, естественно, для этого надо очень много делать, очень много работать. И сегодня то, что происходит, мы сегодня, друзья, с вами это реализуем. И таким образом, то, что сегодня происходит передача вот этой традиции, то есть сегодня у иностранцев мы очень много общаемся с иностранными партнерами, с нашими коллегами, инвесторами. Для них нет вопросов, почему в свое время всю теорию движения ракетного дал Константин Эдуардович Сиолковский, почему всю подъемную силу создал сначала Можайский, а рассчитал теоретически Игорь Петрович Жуковский, почему все направление мировое вертолетное строение дал русский инженер Игорь Сикорский. Это, друзья, традиционно мы всегда были в этом направлении, и всегда русская земля давала столько направлений. И поэтому ни у кого не возникает, соответственно, вопросов, почему именно русский изобретатель, ученый, создатель научной школы дал новый концепт развития и космического освоения, и создания транспортной коммуникационной системы Транснета на Земле. Опять у него фамилия Юницкий, Анатолий Эдуардович Юницкий. И почему сегодня все, скажем так, традиции, или все вот эти устремления, те высокие цели, которые казались безумными в свое время, которые присущи школе Циолковского, которую потом развивал генеральный конструктор Сергей Павлович Королев, почему сегодня именно подхватили и развивают русские инженеры, Анатолий Эдуардович Юницкий, та школа, которая создана, ставит перед собой задачи полностью индустриализации космоса, очистка земли полностью от всех вредных последствий техногенной цивилизации. И задача не уйти не то, что в точку невозврата, а наоборот, решить задачи, которые сегодня, казалось бы, нерешаемы, которые, казалось бы, сегодня являются точкой прикновения и политикой то, что мы сегодня видим, конфронтации. То есть это нехватка ресурсов, нехватка территорий. И сегодня, как в свое время интернет убрал границы между обменом информации, также транснет убирает границы между странами, континентами и государствами. То есть становится это все единым пространством. Точно так же дальше становится единым космос. И то, что мы с вами создаем следом за транснетом, спейснет, соответственно, это тоже решение основных проблем. Поэтому, друзья, то, что сегодня именно дата и именно космонавтика, 12 апреля, нам сегодня позволяет говорить о таких вещах, это, друзья, очень и очень символично. И здесь, чтобы вы понимали, что такое Skyway. Skyway – это этап развития, этап подхода. Когда мы от интернета перешли к транснету, мы создаем сегодня физическую трассу, физическую эстакаду, которая будет опоясывать не только всю Землю, а это будут десятки миллионов километров дорог с оптиковолокном внутри, соответственно, по которой будут перемещаться миллиарды подвижного состава и юнибайки, и юнибусы, и юнилеты, и юникары грузовые. Это целое направление, которое будет решать те транспортные коммуникационные задачи, которые сегодня есть. И сегодня та эстакада, которая сегодня уже построена и находится на испытаниях в экотехнопарке в Марьиной Горке, это, друзья, тоже трасса, в которой находится 4 в 1. Это сверху, это скоростная трасса для юнилетов до 600 км в час в атмосфере, больше скорости давать нерационально в атмосфере. Соответственно, внизу это подвесные и юнибайки, и юнибусы, 2, 4, 24-местные и так далее. То есть целая линейка. Включаем электронную сцепку поездов, и, соответственно, разновидность юникаров, и перевозка контейнеров, и перевозка, соответственно, сыпучих грузов. То есть весь комплекс, то, что сегодня стоит перед транспортной коммуникационной системой. Но здесь, друзья, я вам не то, что приоткрою одну тайну, а еще следующий этап, который является основой именно в развитии технологии Skyway, который будет давать не просто скорости, сверхскорости 500-600 км в час, а который будет выходить уже в скорости 1250 км в час, то есть гиперскорость. Это эстакада, которая является основой для вакуумной трубы, которая будет находиться внутри, и, соответственно, прочность ее позволяет делать таким образом, что внутри будет также преднапряженная труба, внутри которой можно создавать фарвакуум и выходить уже в скорости 1200 км в час. Естественно, что это не первым этапом будет делаться в Skyway, потому что наиболее востребованы сегодня это городские перевозки, это пробки, это экологичность, это то, что сегодня работает на низких скоростях. Также это сегодня освоение труднодоступных месторождений в вечной мерзлоте, высокогорье, болотах и джунглях, это также решает проблему Skyway. Но следующим этапом, когда встанет вопрос с больших скоростей до перемещения, то есть гиперскорости 1250 км в час, соответственно, сегодня к этому готовы, и это также сегодня прорабатывается уже в инженерной школе в Юницком конструкторском бюро, и, соответственно, вся эта комплексная система, она будет не в десятки, а в сотни раз дешевле, чем сегодня и знаменитая система Hyperloop, и скоростные железные дороги, с учетом, что это коммуникации нового поколения, и они будут не потреблять углеводородное топливо, а будут сами еще вырабатывать электроэнергию и тепло для того, чтобы и самим потреблять, и, соответственно, еще и запитывать потребителей. Таким образом, то, что мы сегодня делаем, и то, что сегодня напрямую связано с космонавтикой, это, друзья, отработка уже потом будет технологий, связанных с вакуумом здесь на Земле, система шлюзования, станции пересадки, и здесь, друзья, для троллей я могу сказать очень приятную вещь, они могут еще потом очень много на эту тему говорить и делать, но здесь можно с ссылкой на Юницкого, с ссылкой на вебинары, которые мы проводим, что тот Юнибайк, тот Mobile Personal Space, в котором будет и суперкомпьютер, и персональный тренажер, и персональный тренер, и аудио-видео-бортовая система аналогов, которой сегодня не существует. Так вот, друзья, она будет перемещаться, эта капсула, и со скоростью 150 км своим ходом, и со скоростью 500-600 км в час по системе Кенгуру, находясь в системе ЮниЛета, но и также, друзья, через систему шлюзования, когда будет создана орбитальная транспортная система, на этом же Юнибайке можно будет еще и перемещаться и на околоземную орбиту. Вот это, друзья, вы как раз можете, очень много кто говорил на Юнибайке в Париж, так вот, друзья, я вам сейчас скажу, что на Юнибайке со временем можно будет и не только в Париж, а можно будет и на орбиту, а Илон Маск сегодня утверждает и создает систему, на которой, может быть, можно будет дальше еще и на Марс. Вот, но это, друзья, поживем, увидим, это несколько другая следующая футурология. Так вот, друзья, на вопрос, который сегодня задают вопрос, а какое будущее сегодня вообще у мировой космонавтики, так вот, будущее космонавтики, друзья, это Skyway. Это то, что сегодня развивается, то, что дальше потом будет трансформироваться, переходить в SpaceNet, то есть следующую сеть, которая будет строиться вокруг орбиты, именно для решения экологических проблем. Но это и не только экология, это система создания уже транспортных площадок для того, чтобы стартовать ракетами и уже осваивать не только околоземное пространство, но и дальше то, что сегодня мировая экономика и цивилизация потребуют для дальнейшего освоения. Поэтому, друзья, это все абсолютно закономерные вещи, и то, что сегодня инженерная школа Юницкого подхватывает традиции и подхватывает высокие цели, которые ставила инженерная школа Сергея Павловича Королева, который вырос на теоретических основах Циолковского, Константина Эдуардовича Циолковского. Это тоже, друзья, закономерно. И то, что сегодня в мире никто даже близко не может поставить таких амбициозных, таких научных, таких далеко идущих планов, это тоже, друзья, закономерно. И то, что сегодня делается именно нашими руками. Поэтому, друзья, я, конечно, понимаю, что когда нас не то, что обвиняли или ставили вину, что у нас настолько грандиозный, настолько мощный проект, аналогов которого не имел, да который еще сфинансируется краудинвестингом, куда сегодня вовлечены миллионы людей, которые решают проблему перед цивилизацией, которые стоят, я представляю, друзья, как то, что сегодня услышали и в той статье, которая вышла сегодня в журнале, соответственно, изобретатель и рационализатор, насколько это будет для всех необычно. Ну что, друзья, это абсолютно нормально, абсолютно закономерно, как в свое время не могли соотечественники, не могли те, кто жил рядом с Циолковским, понять, о чем он говорил. Как Королева было огромное количество противников и в Академии наук, и в инженерной сфере, которые говорили, что то, что он сделает, невозможно. Друзья, все ставит на место, только жизнь, только практика. И так как мы с вами сегодня, друзья, подошли вплотную к всем демонстрациям и испытаниям основных элементов технологии Skyway, мы сегодня уже активнейше работаем по запуску адресных проектов, и их к концу года будут десятки и сотни, то, друзья, пришло время уже и говорить о реальном авторе, о реальном человеке, который 35 лет назад опубликовал основные концепты ОТС, то есть общепланетарного транспортного средства, который показал использование фурвакуума для разгона, который показал линейный электродвигатель, который может сегодня накапливать огромное количество энергии, вращаясь в магнитном поле. Все это, друзья, описано 35 лет назад, а сегодня пришло время для того, чтобы это реализовывать, к этому двигаться. И это уже, друзья, не выглядит какой-то утопией, не выглядит какими-то несбыточными вещами, и Юницкий, который говорит о том, что мы создаем, и мы приступаем уже к проектированию SpaceNet, SpaceWay, то есть у нас сегодня в активе есть, друзья, активнейшая работа и развитие по технологии Skyway. И никто сегодня не может сказать, что Skyway нет, это привет всем нашим троллям, никто из наших недоброжелателей не может сказать, что есть аналогичные системы, которые можно сравнивать. Нет, друзья, это уникальная система, и сравнивать ее не с чем, и конкуренции на сегодняшний момент у нее не существует. Ну вот, друзья, если коротко, то таким образом я хотел сегодня всех вас поздравить с Днем космонавтики. Мы тоже к этому имеем самое непосредственное участие, потому что мы создаем будущее космонавтики, и как в свое время первый отряд космонавтов, в который включался 20 человек, и те люди, которые обслуживали и работали на этот отряд, это те, кто создали вот эту космическую сегодня, эру космическую, научную базу, которую мы сегодня будем использовать и двигаться дальше, для того, чтобы каждый человек на Земле почувствовал результаты от именно космической программы, о том, что здесь будет очень приятное и комфортное для проживания место на Земле, это будет действительно сад, это действительно будет райская земля, а все, что нас обслуживает, все, что вредит экологии, будет находиться за пределами атмосферы, и, соответственно, для обслуживания этой системы и создается ОТС для того, чтобы глобальные экологические проблемы больше не нависали над человечеством, и чтобы экогенная технология, соответственно, решала такие вопросы, а она будет настолько экологично новая, что даже позволит лечить, лечить, друзья, озоновый слой. А вот про это вам расскажет Алексей, и он, как всегда, даст свой взгляд на вещи. Я, друзья, сейчас отключаюсь, я с вами прощаюсь, я буквально через 15 минут включаюсь уже в Юнискай-вебинар, то есть для наших европейских партнеров, сегодня это у нас Словакия, Чехия, Венгрия и Италия, вот, у нас Словакия, Сербия и Хорватия, к сожалению, не готовы, на следующей неделе они включатся, вот, и со следующей недели у нас еще, надеюсь, что будет и немецким, на немецком языке, соответственно, вебинар. Вот, поэтому, друзья, я рад, что вы сегодня с нами, я думаю, что для кого-то это уже сегодня информация не новая, для кого-то вы что-то новое сегодня услышали, поэтому, друзья, когда задают вопрос, а при чем здесь сегодня космонавтика, я могу сказать, что абсолютно, при том, что будущее космонавтики сегодня это мы, и то, что сегодня Юницкий показал новый концепт и уже приступает к ее проектированию, именно освоение, индустриального освоения космоса, это, друзья, такая же реальность, как и реальность Skyway. И если еще некоторое время назад кто-то в этом сомневался, то сегодня, друзья, никаких сомнений уже нет. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, передаем эстафету Сергею Анатольевичу, он отправляется на европейский вебинар, чуть попозже и я туда перемещусь. Дорогие друзья, вообще вот действительно тема ОТС, общепланетарное транспортное средство, для нас одна из самых важных тем, ну, для меня лично точно, так как я вообще после того, как начал развивать проект Skyway, через три месяца посмотрел фильм «Небо на колесе» и был, если честно, очень серьезно поражен. То есть, насколько еще более глобальная идея, и когда начал разбираться, то есть мой мозг сперва не был готов к такой информации, как можно найти в публикации 1988 года «Экомир». И я рекомендую всем посмотреть, всем прочитать, кто желает углубиться в концепцию Skyway и далее Spaceway. И в 1982 году Анатолий Эдуардович еще вообще задолго до того, как я родился, я родился в 1986 году, писал об космическом освоении с помощью технологии струнного транспорта. И струнный транспорт заключался тогда еще именно в общепланетарном транспортном средстве. И, соответственно, в программе «Экомир» было описано то, что позволило бы избежать заключения соглашения, допустим, Парижского соглашения в 2015 году по изменению климата, то есть конвенция по изменению климата. И я общался, когда с директором по направлению изменения климата представители Южной Кореи, организации объединенных наций в Индонезии, господином Чангом, я задал вопрос, а вообще вот какие выходы видятся именно об изменении климата. Он сказал, что многие программы сейчас разрабатываются, и в завершении разговора я ему просто показал видеоролик и объяснил вкратце функционирование общепланетного транспортного средства. И он сказал, что это крайне поражает воображение, и если вы это собираетесь делать, вы огромные молодцы. После этого он сказал, что я уж точно сейчас приеду в Экотехнопарк и посещу ваше производство, посмотрю, потому что мне очень интересно то направление, которое решает и дает ответ на вопрос, как предотвратить изменение климата. Дорогие друзья, в прошлом году была рекордная температура, то есть рекордная максимальная температура за предыдущие 50-70 лет. И многие говорят, что выхода из этого никакого нет. Мы же говорим, что выход есть, и именно основываемся на инженерной технической школе Юницкого, как именно человека, который и в инженерном плане гениально перенял все, что было лучшее, самое лучшее в российской космонавтике и в российском ракетостроении и так далее и тому подобное. Но, объединяя, создал абсолютно уникальное, новое еще в те года. И давайте чуть-чуть обратимся вообще в концепцию, чем же вообще Spaceway отличается от сегодняшних задач, от сегодняшних планов по освоению как космоса, так и Марса. Тут могу привести пример мечтателя Илона Маска в этом плане. Естественно, он не голый мечтатель, естественно, он тратит десятки миллиардов и скоро это будут сотни миллиардов на создание именно летательных аппаратов Spaceway, тяжелых, но которые также будут причинять вред и огромный урон нашей с вами экологии, потому что всего лишь запуск 50 шаттлов еще в 1988 году, Анатолий Эдуардович это говорил, способен полностью уничтожить озоновый слой. И, соответственно, тут вообще вот такие проблемы, как именно конфликты в Сирии, какие-то военные конфликты, какой-то передел мира, какая-то концепция золотого миллиарда, они просто рядом не будут стоять, потому что будет не до этого. И задача Анатолия Эдуардовича не допустить того, чтобы до этого все дошло. И, соответственно, в программе Экомир, и эту программу я рекомендую строго-настрого изучить всем, посмотреть, даже если вы не будете понимать, прочитайте просто, чтобы это осело у вас в голове. Тот, кто дальше планирует следовать программе Skyway, и что уже в будущем создано, и концепция запланирована на 5, 10, 15, 20, 25, 50 даже лет вперед, дорогие друзья, какая корпорация мира это может сделать. Вот вы видите здесь на рисунке, каким образом будет выглядеть путевая структура еще на тот момент. Сейчас здесь вот символично 39,521 километр, то есть всего будет 40 тысяч километров, диаметр примерно 12 тысяч километров. И это кольцо будет за счет раскрутки ротора внутри путевой структуры, который уравновешивается системой магнитов, и, соответственно, там создается магнитное поле, он раскручивается, достигает далее в оконцове первой космической скорости. Перед этим, естественно, он уравновешивается, и далее уже создается центробежная сила, которая выталкивает эту всю конструкцию, и, соответственно, она расширяется на каждые 100 километров не более чем на полтора процента. И с помощью такой системы, с помощью первых запусков можно вывести вообще вот в ближний космос то количество грузов, которые, собственно, вот за 50 лет вся современная космонавтика, все современные ракеты не смогли вывести. Вообще современные ракеты КПД еще Анатолий Эдуардович сравнил с обычной лошадиной повозкой, так как чуть меньше 10 тысяч тонн было выведено всего в открытый космос. И с помощью вот таких специальных капсул можно будет выводить полезный груз. И также вот вы здесь видите саму конструкцию, это уже новейшая история Spaceway, это новейшие чертежи. И я сам лично видел, как и Сергей Анатольевич, мы действительно просто открыв рот смотрели на те визуализации, которые нам показывали в ЗАО «Струнные технологии», на те системы шлюзования, на те системы безопасности, которые, дорогие друзья, нам не покажут гиперлуп. А вообще вот у нас сверхзвуковой транспорт, гиперскоростной транспорт, он является предшествующейся ступенью до создания общепланетного транспортного средства. И, соответственно, я могу сказать, дорогие друзья, что вообще вот если кому-то кажется, что это какая-то сильная, дорогостоящая, сверхдорогостоящая, нереализуемая концепция, технология, то вспомните, что нам говорили, когда мы только начинали развивать «Струнный транспорт», когда еще было три года до демонстрации первых юнибайков. И, соответственно, я могу сказать, что затрат именно строительного материала, взять даже бетон, меньше, чем на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Это была такая глобальная стройка масштабная во времена СССР. И если построили андронный коллайдер, если строят сейчас и возвращают обратно на Землю SpaceX, удается реализовать такие проекты, как именно возвращаемая часть ракеты и успешные запуски были произведены, то нет никакого сомнения у меня лично, что, дорогие друзья, это произойдет. И чуть-чуть, да, время отложило момент запуска, первого запуска общепланетного транспортного средства. То есть в 2005 году планировался, если бы в 1988-1989 году мы бы начали это реализовывать, объединившись с всеми странами, всеми государствами мира. Сейчас, соответственно, можно сказать, что 2030 году, и это уже прогноз Сергея Анатольевича, в том числе, то, что первый миллион тонн стали будет выплавлен США именно в ближнем космосе в условиях невесомости, то есть это новейшая металлургия, а вообще в условиях невесомости может создана быть не только новейшая металлургия, но и новейшая химическая отрасль, новейшая отрасль по созданию лекарственных препаратов, медицина просто преобразится. И, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович задумывается в первую очередь о гомо-сапиенсе, то есть о человеке разумном и об его житие-бытие, именно счастливом житие-бытие. И это все формируется в концепции хомо-мир. То есть что такое хомо-мир, дорогие друзья? Хомо-мир – это будущее общественное устройство, то, что позиционировал, выражал в концепции Жак Фреско. Это совокупность условий, экономики, которая обеспечивает безбедную жизнь, равноправную международную организацию человеческого общества и гармоническое вообще развитие каждой личности по способностям, по потребностям. Здесь можно вспомнить такие вот слоганы марксизма. И право каждой личности на личное счастье и достойную жизнь. Это ли не манифест всей планеты, дорогие друзья? И Анатолий Эдуардович сформировал это еще в 80-х годах. Соответственно, хомо-мир не сможет развиться без техно-мира. Техно-мир – это космический промышленный комплекс, это не военно-промышленный комплекс, к которому сейчас стремятся многие государства. Это не протокол, интерфейс человек-компьютер, который сейчас зародил Илон Маск и недавно он создал компанию, которая будет заниматься переносом информации из нашего мозга, дорогие друзья, обратно в компьютер, из компьютера в наш мозг. То есть, фактически, Илон Маск, неоднократно высказывая свои опасения по поводу искусственного интеллекта, встает сам над эту тропу и уже предшествует созданию из нас киборгов. То есть, мы, как именно дети инженерной технической школы Юницкого, против различных чипов, различных андроидов, мы лучше будем создавать транспортные андроиды, мы лучше будем создавать именно концепцию мгновенного перемещения мобильности 5.0. Лучше искусственный интеллект будет находиться внутри Транснет, внутри всех транспортных средств. Лучше мы будем создавать новейшую энергетику и только миллиард юнибайков сможет заменить всю атомную энергетику на сегодняшний день. Мы это неоднократно, дорогие друзья, говорили на наших вебинарах. И, соответственно, то, что было заложено Анатоли Эдуардовичем именно в концепции хомомира, техномира, биомира, то есть, это комплекс управляемых элементов биосферы по взаимодействию с техномиром. Сейчас я попозже об этом расскажу, потому что это просто порабжает воображение, дорогие друзья. И, соответственно, вот эта вот система общепланетного транспортного средства, мы к ней придем не за год, не за два и даже не за пять. И что вот вселяет в меня железобетонную, струнную уверенность, то, что, дорогие друзья, есть отработка технологий. И зачем вообще вот мы сейчас создаем струнный транспорт? Во-первых, это оптимизация решения, оптимизация решения этого действительно геокосмического транспорта всего масштаба всей планеты, именуемым ОТС. И Анатолий Эдуардович, понимая, что еще интернет не родился, когда вы будете изучать ЭКОМИР, дорогие друзья, мы это не раз еще осветим. И более того, когда я общался с Анатолием Эдуардовичем, он открыл мне такие секреты, что в 88-м году он задумывался также о цифровой валюте, потому что он понимал, что несправедливо, что весь мир обеспечивается и подкреплен долларом, и, соответственно, децентрализованное должно быть распределение цифровых материальных ресурсов. Вы не понимаете, о чем это напоминает? Это напоминает блокчейн, который был создан, но Анатолий Эдуардович интуитивно где-то оттуда подчеркнул эту информацию. Еще в 88-м году он говорил, что необходимо для создания техномира закладывать максимальное развитие микропроцессоров и электроники. Тогда еще интернет, дорогие друзья, не появился. Анатолий Эдуардович это уже закладывал. И это действительно заставляет задумываться о глобальности развития проекта Skyway и всех изобретений, которые были созданы Анатолием Эдуардовичем. То есть вся подготовка, дорогие друзья, у нас создается сейчас. И даже когда мы будем создавать гиперскоростной транспорт, то есть это именно гиперскайвей, как мы сейчас его именуем, вся отработка будет предшествовать созданию и в отработке технологий предшествовать созданию этого транспорта. Вначале соответственно будет создание именно малой модели общего планетного транспортного средства. Это будет соответственно даже мощная электростанция, и диаметр будет всего лишь несколько сотен километров. То есть это будет именно сверхнакопитель энергии с созданием малой физической модели ОТС. Если хотите, это как вот модель 1 к 10 струнного транспорта была продемонстрирована в сентябре 2015 года и в 2016 году мы продемонстрировали модель 1 к 1 рабочую модель, рабочую машину. Потом будет создаваться уже большая физическая модель ОТС, то есть это будет гипернакопитель энергии. Кстати, если говорить про малую физическую модель, про вот эту концепцию ГГТС, которая сможет вырабатывать примерно как 20 электростанций по 5 миллионов киловатт, то есть это примерно 100 миллионов киловатт с намного меньшими затратами. Дорогие друзья, это будет расходоваться не только на запитку для раскрутки ротора внутри путевой структуры ОТС, но и на действительно человеческие нужды, чтобы избежать таких вот прогнозов, как сегодня прогнозируют, то что 2040 годам мы будем встречаться с энергетическим кризисом, а мы говорим, что не будем. Мы говорим, что решение есть, и Анатолий Эдуардович решил эту проблему еще ранее. Ну и я не говорю сейчас о ветряных турбинах, ветрогенераторах, которые можно устанавливать на каждой промежуточной опоре, и об этом Руслан подтвердил, он показал новые ветряные генераторы, такие именно футуристичного вида, мы будем останавливаться на них обязательно на следующих вебинарах, и соответственно это позволит расходовать всего лишь 30% от 100% вырабатываемой электроэнергии этими ветротурбинами, ветряными турбинами, ветрогенераторами. Остальные 70% могут расходоваться на нужды запитки линейных городов, кластеров линейных городов, и соответственно также это может по сети Transnet внутрь передаваться на запитку уже глобального Тора кольца ОТС. Первый запуск, дорогие друзья, и я на всю жизнь запомню это событие, потому что это одно из событий, которое я действительно желаю увидеть и действительно стремлюсь к этому всей душой, всем телом и всем своим мозгом. То есть это как минимум моя главная цель в бизнес-сфере и в развитии Skyway. я могу сказать, что первый запуск будет вот это я могу сравнить с концепцией 200-400-200 метров, то что мы пролеты максимальные между двумя опорами без промежуточных опор будем достигать постепенно, потом это будет километр, потом это будет два километра, потом это будет три километра, потом четыре, потом пять. И также постепенно мы будем повышать нагрузку общепланетного транспортного средства. Первый запуск общепланетного транспортного средства это будет именно большая модель ОТС и это будет именно промышленный образец ОТС, но грузовой вариант. И мы сможем вывести на ближний космос на высоту чуть больше 300 километров также вот всю вот эту таравидную систему и структуру с полезной нагрузкой и в качестве полезной нагрузки балласта для преодоления необходимого преодоления земной атмосферы, стратосферы и так далее. Это соответственно кислород и водород. И его, дорогие друзья, можно распылять на озоновый слой, то есть избавляться, опять же оптимизация, это максимально эффективное использование технологии и это привычно для инженерно-технической школы Юницкого. Мы сможем регулировать так скажем поворот зависимости от широты общепланетного транспортного средства, если не с широты экватора, оно запускается и распылять на озоновый слой сверху, именно с ближнего космоса, кислород и поры водорода и озоновый слой будет абсолютно экологически чистым способом лечиться. Если хотите, это космический хирург, это латание наших ран, нашей цивилизации и нашей планеты. Представьте, какая масштабная и глобальная концепция была заложена еще в 88-м году. Ну, я не говорю о том, что первым запуском, а первый запуск, вот вы видите, внизу вот эта тонкая нить, тонкая нить, это и есть общепланетное транспортное средство, именно грузовая модель, и как только она будет запущена, будет формироваться постепенно с запуском за запуском, и всего можно запустить примерно, совершить за год примерно 10 запусков, соответственно, далее, когда мы будем даже по миллиону тонн за рейс запускать грузов и пассажиров, работников вот этой всей космической индустрии, которую вы видите выше, и там будут и солнечные батареи, и первый запуск будет с свернутыми внутри путевой структуры именно солнечными панелями, которые будут установлены, и так шаг за шагом действительно логически выверены, как привычно для инженерной школы Юницкого, мы будем развертывать такое вот ожерелье вокруг Земли, спасительное ожерелье для всей планеты, и это совершенно другая эффективность получения солнечной энергии, огромные потери наблюдаются при получении солнечной энергии, при прохождении через позоновый слой, и, собственно, только малая часть доходит это абсолютно неэффективное использование действительно, казалось бы, бесконечной солнечной энергии, но в космосе это будет максимально эффективно, и будут созданы производства и металлургические, и химические, производства в медицинской сферы, производства новых совершенно материалов, постепенно будет, соответственно, создана добыча полезных ископаемых с астероидов, и вся вот эта система космического ожерелья, это будет необходимый плацдарм, основа, базис и стартовая площадка для запуска уже летательных аппаратов совершенно другого типа, я думаю, что сейчас создаются, потому что не нужно будет строить вот эти гигантские топливные баки, которые недавно продемонстрировал Илон Маск для преодоления именно земного притяжения, то есть это основная трудность сегодня в современной космонавтике, а если с территории именно ближнего космоса можно будет сразу запускать летательные аппараты, то, дорогие друзья, тут и стоимость будет совершенно другая, летательные аппараты можно будет соответственно строить прямо на территории космического ожерелья, и соответственно далее уже полностью развертывать космическую индустрию, формировать техномир во взаимодействии с биомиром для счастья и благополучия хомомира и соответственно добиваться того, что Анатолий Эдуардович закладывал еще в 80-х годах, то есть в 2050-м году он позиционировал окончание полной безракетной индустриализации ближнего космоса, ну так вот скажем 20 лет накинем, то есть в 2070-му году этого можно добиться при текущих наших темпах развития проекта, при текущих наших темпах финансирования, и соответственно если в 88-м с 88-го года до 2005-го года планировался первый запуск ОТС, то опять же накинем 15-20 лет, то примерно к 30-му к 32-му году может произойти запуск ОТС, но и с учетом того, что уже все формируется и уже будет так или иначе разрабатываться и линейный электродвигатель, и система магнитного подвеса для обеспечения магнитного поля внутри именно путевой структуры для подвешивания так скажем в неподвижном состоянии ротора несмотря на то, что он будет вращаться с огромной силой это все будет отработкой технологий, которую мы планируем продемонстрировать в 2019-м году это гипер Skyway а задумывается Hyperloop вообще зачем они это делают то есть что потом вот к примеру они построили а что потом что следующий этап их корпорации какая следующая стратегия если ответ ответа нет у нас же есть ответ на 15 20 и даже не побоюсь этого слова 50 лет вперед ну и я не говорю о том что ОТС сможет помимо регулирования климатических изменений полностью влиять на погоду на направление ветров на формирование тайфунов циклонов и предупреждать предотвращать различные ураганы землетрясения цунами то есть все различные катаклизмы которые на сегодняшний день абсолютно наносят огромный урон современным мегаполисам и городам и дорогие друзья да многим это покажется такой вот далекой футурологией и в чате уже пишут что Алексей нам бы поближе к реальности к доходам нашим я могу вам сказать модель что будет потом вот представьте вы получаете уже либо дивиденды либо котировки акции растут и вы акции не продаете что вы будете делать с этими активами каким образом вы будете их управлять и на этот счет у нас есть также ответ будут создаваться специальные инвестиционные фонды которые соответственно будут управлять активами за счет капитализации адресных проектов ну и когда уже я думаю что не больше 50 таких вот крупнейших адресных проектов по всему миру максимум 70-80 будет далее будут меньше 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 и соответственно когда уже будет закрыт вход для angel network как называет Виктор Бабурин адресных проектов для финансирования соответственно далее мы уже серьезнейшими активами мы будем уже также финансировать и геокосмическую транспортную систему и мы будем не раз возвращаться сейчас мы так скажем несколько раз в год охватываем на вебинарах эту тему но это очень важная тема и вы не представляете насколько она близка потому что все материалы все условия все физические законы все расчеты и даже вся команда она сейчас уже создана вопрос в отработке технологии вопрос в создании степ-бай-степ этап за этапом то есть так же как рождается ребенок первый ребенок у нас появился это Unibike очень скоро у нас появится Unibus то есть такой уже младший брат Unibike Unibike будет старшим братом и соответственно потом уже Unitran присоединятся потом уже Unilet в 2017 году в конце 2017 мы уже приступим к созданию реальной действующей модели в 2018 продемонстрируем в 2019 будет HyperSkyWay и поверьте мне он будет потому что это отработка технологии и далее мы будем шаг за шагом приближаться код КТС но перед этим мы создадим новейшую энергетику с помощью малой модели общепланетного транспортного средства которая диаметр диаметром чуть больше 100 километров сможет заменить 20 современных и атомных и любых электростанций то есть потенциал примерно 100 миллион киловатт то есть это огромная мощность которая пойдет на благо цивилизации вот это дорогие друзья наше мнение это футурология которая закладывается инженером изобретателем генеральным конструктором зао струнные технологии на данный момент это Skyway Technologies companies и я думаю что далее уже в направлении холдинга будет создана Spaceway Technologies , то есть как это будет называться это одно дело но посмотрите на картинку меня на сегодня просто поразила слева та путевая структура которая будет продемонстрирована уже в 2017 году в боевом исполнении и транспорт в движении высокоскоростной и внизу подвесной городской пассажирский это и является основой для общепланетного транспортного средства и хотите вы этого или нет но позвоночник вокруг планеты он будет создан 40 тысяч километров потому что вся планета нуждается в этом кольце и современной транспортной системы и параллельно от этого будут на позвоночник наращиваться и кости и скелет далее мышицы и все кровеносные артерии сосуды вены что будет составляющей сети транснет но это все родит новый организм так скажем который мы именуем от с и который будет уже подниматься с колен земли в ближний космос на для создания техно мира для освоения безракетного ближнего космоса стройской вы спасая планету и дает дорогу мир транснету не только на земле но и мы позиционируем и будем не раз останавливаться и в космос дорогие друзья до встречи всех благодарю а теперь давайте посмотрим ролик который лучше всего показывает и визуализирует как это будет и как это будет и как и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok